Город Новомичуринск. Возник он совсем недавно, в 1968 году, как поселок строителей Рязанской Гресс. В 1981 году город получил уже привычное всем нам название в честь ученого-селекционера Ивана Владимировича Мичурина, который родился недалеко от этих прекрасных мест. Что примечательно, в самом Новомичуринске пока нет ни одной улицы, названной в честь знаменитого биолога. Совсем недавно наша телекомпания начала свое вещание в местной кабельной сети. Небольшой опрос местных жителей показал, что пока мало кто в курсе последних событий. Мы из города Рязань, теперь мы будем вещать у вас, рассказывать и про Рязань, и, собственно, про Новомичуринск. Как вы думаете, насколько это интересно и важно для жителей вашего города? Ну, конечно, интересно новости знать, как город строился, что идет, какие новости в городе, где что делается, где что происходит, о порядке, о чистоте. Все это интересно. Я считаю, что очень нужно и интересно. То есть жители должны знать не только то, что происходит в городе, но и в области, то есть районе. Такие более глобальные, интересные события. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих посетить город, увидеть его, покупаться, прекрасные озера, отдохнуть, посмотреть достопримечательности. Попробуйте, может, пойдет. Сейчас это в моде, что-то новое открывать. Если это еще нигде не проходит, в других районах, может, вы еще не проходили, начните с нашего района. Мне кажется, у нас город молодой, молодежь очень много. Я думаю, такое дело ваше пойдет. Желаю вам успехов. Пока что, к сожалению, никто практически не знает о том, что мы здесь есть. Но мы надеемся, что в скором времени люди начнут смотреть наши программы. Им будет интересно, увлекательно. Будут ездить в Рязань. Мы будем приезжать в Новомичуринск. Ну, такой своеобразный обмен опытом и знаниями. Небольшой город собрал в себе все традиционные памятники и строения. Вот и стало защитником Отечества через дорогу Центральный парк, по которому с удовольствием прогуливаются жители Новомичуринска вместе с детьми. Здесь располагается игровая площадка. Новая, большая, красивая. Кстати, в парке ежегодно проходят конкурсы на лучший скворечник. Разноцветные домики для птиц являются неотъемлемым украшением этой местности. Недалеко от парка расположен дворец культуры «Энергетик». Именно здесь проходят все общегородские собрания, выпускные и другие важные события. Ну, а по соседству с ДК построили спортивный комплекс «Дельфин». Здесь мы без труда отыскали и его директора, который возглавил грандиозный субботник, чтобы привести территорию комплекса в порядок после зимы. Сегодняшнее число объявлено общим городским субботником. И сейчас вообще идет месячник по благоустройству города. И, собственно, все организации свои трудовые десанты отправляют на различные территории. Но у нас территория спорткомплекса, она огромная, она зеленая, она красивая. Вот, занимаемся ее уборкой, готовимся к летнему сезону, ну, чтобы все было красиво. Ну, город молодой, город зеленый, и он должен быть такой вот, так и поддерживаться. Об этом в телеканале, может быть, и слышал, но пока вот еще не видел лично. Ну, просто в силу того, может быть, просто свободного времени его минимум. Ну, а вас мы будем ждать, приглашать на различные мероприятия. Они у нас практически каждую неделю проводятся. Будем с довольствием вас смотреть и у себя в городе. По словам местных жителей, этот понтонный мостик шириной в одну машину разделяет две речки – Проню и Галинку. Отсюда, кстати, открывается прекрасный вид на виновника создания Тихого и красивого Новомичуринска. Рязанскую ГРЭС – одну из крупнейших в России тепловых электрических станций. Но об этом уже не сегодня. Вот такая небольшая экскурсия по городу, в котором теперь есть еще чуть-чуть Рязани – нашей телевизионной.